В древнерусском языке С был мягким, как и шипящие Ж, Ш. Со временем они отвердели. Мягкий Ц сохранился в современном белорусском языке. В современном русском языке Ц твёрдый. Буква И после Ц пишется по традиции. В корне слова и в словах, оканчивающихся на Ц, после Ц пишется буква И. Цифра, акация. В суффиксах и окончаниях после Ц пишется буква И. Например, синицын, огурцы. Запомните исключение. Цыган, цыплёнок, на цыпочке, цыкать, цыц. В этих словах и однокоренных словах пишется И. Запомнить эти слова поможет волшебное предложение. Цыган на цыпочках подошёл к цыплёнку и цыкнул цыц. Нарцисс. В корне после Ц пишем И. Пунктуация. После Ц пишем И, потому что слово заканчивается на ЦИЯ. Леденцы. В окончании существительного после Ц пишем И. Круглолицый. В окончании прилагательного после Ц пишем И. Лисицын. В суффиксе после Ц пишется И. Цыплёночек. В корне пишем И. И это слово исключение. Выполните задание по теме. Развёрнутое определение замените одним словом. Основной закон государства. Точная выдержка из текста. Прикрикнуть на кого-либо с угрозой. Систематическое собрание каких-либо предметов. Принадлежащий сестрице. Проверим правильность выполнения задания. Основной закон государства. Конституция. В слове пишем после ЦИ, потому что слово заканчивается на ЦИЯ. Точная выдержка из текста. Это цитата. В корне слова после Ц пишем И. Прикрикнуть на кого-либо с угрозой цикнуть. В корне пишется И. Это слово исключение. Систематическое собрание каких-либо предметов. Это коллекция. После Ц пишем И, потому что слово заканчивается на ЦИЯ. Принадлежащий сестрице – это сестрицын. В суффиксе прилагательного после ЦИ пишем И. Правописание буквы мягкий знак после шипящих. Мягкий знак после шипящих пишется на конце имён существительных третьего склонения – глушь. В глаголах, употреблённых в начальной форме, такие глаголы отвечают на вопрос «что делать?», «что сделать?», например, «стричь». Мягкий знак после шипящих пишется в глаголах в форме второго лица единственного числа – «спрашиваешь». А также в глаголах, которые отвечают на вопросы «что делай?», «что сделай?», например, «отрежь». Не пишется мягкий знак после шипящих на конце существительных второго склонения, например, «малыш». На конце существительных родительного падежа множественного числа, например, «задачь». И на конце прилагательных, которые отвечают на вопрос «каков?», например, «хорош». «Увлечь» на конце глагола пишем мягкий знак, потому что глагол употреблён в начальной форме. «Молодёжь» на конце существительного третьего склонения пишем мягкий знак. «Клеишь» на конце пишется мягкий знак, потому что это глагол второго лица единственного числа. «Кипучь» на конце прилагательного мягкий знак отсутствует, потому что прилагательное отвечает на вопрос «каков?». «Кирпич» – это существительное второго склонения, пишется без мягкого знака на конце. «Отрощь» – это существительное родительного падежа множественного числа, на конце мягкий знак отсутствует. Предлагаю выполнить задание по теме. Распределите слова в два столбика. В первый – слова, в которых мягкий знак пишется. Во второй – слова, в которых мягкий знак не пишется. «Колючь», «Мелочь», «Поставишь», «Возле дач», «Умножь», «Беречь», «Богач», «Камыш». Проверьте правильность выполнения задания. Мягкий знак мы напишем в словах. «Мелочь» – это существительное третьего склонения. «Поставишь» – это глагол второго лица единственного числа. «Умножь» – это глагол, который отвечает на вопрос «Что сделай?». «Беречь» – это глагол, употребленный в начальной форме. Мягкий знак не пишется в словах. «Колючь» – это прилагательное, которое отвечает на вопрос «Каков?». «Возле дач» – это существительное родительного падежа множественного числа. «Богач» – это существительное второго склонения. «Камыш» – это существительное второго склонения. Помните, писать без ошибок – это модно. «Камыш»» – это единственная «Камыш» «Камыш»